В воскресенье по всей стране провожали масленицу и встречали весну. Народные гуляния с песнями, плясками, блинами и сжиганием чучел прошли и на Чукотке. В угольных копьях по традиции широкую масленицу организовали библиотекари. Часть мероприятия прошли в стенах учреждений, а завершилось все на улице народными гуляниями. Организаторы праздника, сотрудники местной библиотеки познакомили гостей с русскими народными традициями, рассказали об истории праздника и о том, как проводился тот или иной день во время масленичной недели. Этому посвятили целую постановку своего кукольного театра. Позову лисичку, рыжую сестричку, приходи лиса масленицу отмечать, блинов поесть да поиграть. Блины-то у меня хороши да вкусны, а маслица принесешь будет еще лучше. Они молодцы, они у нас всегда артистичны. То есть они не просто готовят по тексту, по запланированному сценарию. Они у нас очень артистичны. Масленица считается старинным русским народным праздником. Там всегда русский народ, так сказать, провожал зиму за эту праздничную неделю и встречал весну. Гости под гармонь активно участвовали в занимательных конкурсах, викторинах, исполняли народные песни, частушки, водили хороводы, разгадывали загадки, вспоминали пословицы и поговорки о масленице. Содержательная часть праздника была представлена книжно-иллюстрированной выставкой под названием «Масленица». Традиционно щедрыми стали масленичные угощения, ароматный чай и вкусные блины. Попили чай с блинами, поиграли в импровизированный кукольный спектакль с ребятишками, с солдатами, с гостями, почитали стихи, поговорки вспомнили. Возрождаем традиции. Масленица – самый древний языческий праздник. Отмечают ее с размахом аж всю неделю. И испокон веков в эти семь дней веселится народ. Главный символ – блины, которые олицетворяют солнце. Делаешь сначала тесто, потом выливаешь на сковородку, переворачиваешь и выкидываешь масло на тарелочку. А тесто из чего состоит? Сахар, яйцо, мука. Соль. Сода-соль. Со своей выпечкой пришли добровольные помощницы в организации праздника – постоянные читатели библиотеки. Блины, пироги, ватрушки, стол в буквальном смысле слова ломился от различных яств. Традиционно прощание с Масленицей – встреча весны. Главное событие – сжигание чучела. Это и стало кульминацией праздника. Всем бойцам очень понравилось. Далее водили караводик. В конце сожгли чучело. Всем все понравилось, в принципе. И мы чтим данные традиции и пытаемся их соблюдать. Для Чукотки встреча весны условная, так как впереди у нас еще три месяца холодов. Но как по заказу, в этот воскресный день на улице было не холодно. Да и сама атмосфера была теплой. Русские народные танцы под гармонь, композиции из народного фольклорного творчества, песена литературного жанра гремели так, что слышно было по всей округе. Идем зиму провожать, весну красну встречать, Масленицу сжигать, Хороводы водить, Снежки лепить. Гори, гори, ясно, Чтобы не погасло. Птички летят, колокольчики звенят. Евгений Апарин, Виталий Михайленко, Служба информации.